Про него говорили везунчик, а он работал без передышки. Все восхищались его врожденным аристократизмом, а он боялся показаться слабым. О Янковском артисте известно многое, о Янковском человеке почти ничего. Родился, учился, женился, играл. Сухая биографическая справка. Ни намека на человеческие слабости, ни строчки душевных откровений в автобиографии. О его ролях можно говорить часами, о нем самом известно мало. Курил трубку, любил утку с яблоками и был суеверен. Кем же был тот самый Мюнхгаузен, дракон и волшебник? У него был свой, так сказать, режим внутренний, куда он, как я полагаю, никого не пускал. Не очень он соперников, так сказать, любил. Я думаю, что он так... Он хотел быть первым. Его женщины любили. Он человек работящий, думающий, умеющий окружать себя людьми полезными. Дружить с таким человеком невозможно просто. Знаете, потому что он слишком многим принадлежит. Охотник. Охотник. У него такой характер был. В нем играет охотничье честолюбие. Только большие роли. Только характерные персонажи. Хочу понять, как ты жену-то у меня украл. Это ты у меня украл. Эта охота за трофейными ролями однажды чуть не сведет Янковского в могилу. В 1976 году актера с сердечным приступом увозят прямо с репетиции. Он долго лежит в реанимации и буквально тает на глазах. И только предложение Марка Захарова сыграть роль волшебника в обыкновенном чуде поднимает актера на ноги в считанные дни. Захотелось пошалить. Он знал себе цену. Он знал, как он популярен и любим. Он был обособлен. Я думаю, эгоистичен, как и любой, наверное, артист. И в то же время, как я понимаю, когда он работал, у него был свой, так сказать, режим внутренний, куда он, как я полагаю, никого не пускал. Актер педантично охраняет свою репутацию, не позволяя себе слабости и сиюминутных решений. А в друзья выбирает наверняка именитых режиссеров, актеров, политиков. Но удивительно. Сейчас никто из них не может сказать, что был по-настоящему близок к Янковскому. Так как он человек такого масштаба актерского и такого, я бы сказала, ранга человеческого, вы знаете, я думаю, что друзьями с ним непросто, потому что надо быть слишком хорошим человеком. За пределами театра и съемочной площадки Янковский очень осторожен. Свою роль для окружающих он лепит сам. Никаких компрометирующих связей, никаких скандальных подробностей из прошлого. Даже тот факт, что актером он стал случайно, расскажут другие. 1960 год. 16-летний Олег Янковский готовится поступать в Саратовское медицинское училище. Он, по-моему, хотел бы не то зубным техникам, не то же. А потом узнал, вот пошел и вдруг пошел в то училище Слоновское и спросил, прием окончен. А как ваши фамилии? Янковский. Ну, приходите, вы приняли. Эта семейная путаница станет судьбоносной. В театральный тем жарким летом был зачислен брат Олега, Николай, грязивший сценой с детства. Но странное дело, он не поставит на место младшего брата, когда тот похвастает, мол, приняли без экзаменов. А в училище еще несколько лет будут уверены, что просто перепутали имя абитуриента Янковского. Он ничем не отличался ни от кого, никаких дровитостей там не видно было абсолютно. Ну, как отвечал, ну, как мы все отвечали, как его там по литературе, там, может, что там стихи, как по-особому рассказал. Нет, все было обыденно. Ну, как? Мы там не видели никаких задавков. Что-то зарвало, у нас вот полет, там, наверное, далеко пойдет, ну, видите, там, интересуется чем-то. Я это, по крайней мере, не видел. Говорят, что он не был таким талантливым, как старший Ростислав и Николай, но поражал своим трудолюбием и проницательностью. Я не верю в то, что человек может выстрелить. Он может проснуться знаменитым, может. Но это не та история, не история Олега Ивановича Янковского. 1967 год. Саратовский театр гастролирует во Львове. Олег Янковский случайно заходит в ресторан, где обедает режиссер Владимир Басов с супругой Валентиной Титовой. Титова ахает. Вот он, Генрих. Басов усомнился, что это актер. Он наверняка какой-нибудь физик или на худой конец филолог. Такого лица у актеров не бывает, скажет Басов. Честь имею. Генрих Шварцкопов. Эта роль статного немецкого офицера в киноэпопее «Щит и меч» моментально прославила Янковского. Если бы премьера пришлась на наши дни, актера возвели бы в ранг секс-символа. Когда мы снимали «Без вины виноваты», он меня просто удивлял. У него там такой монолог, когда он говорил, как он любит меня, у меня просто вот волосы стали дыбом от этого признания. Старые чувства запололи у меня. Я всегда понимал, какое счастье потерял. Я раскаиваюсь. Я была так взволнована, как будто бы он говорил это мне. Сотни человек, сотни ролей. Но где он сам? Олег Янковский. Актер вживается в своего персонажа и будто присваивает его качества. Слава Богу, Олег Иванович, почти во всех фильмах похож на себя. И во всех фильмах не похож на себя. Если бы я был чистый, я бы не понимал этого. Но я, как и большинство мужчин, был нечист, а поэтому знал, понимал и судил их по себе. 1979 год. Марк Захаров убеждает худсовет взять на роль барона Мюнхгаузена Олега Янковского. Аргументов против хоть отбавляет. Слишком молод и никогда не играл комедийных персонажей. Но режиссер не представляет фильм без Янковского. А Янковский с чутьем охотника не сомневается. Роль Мюнхгаузена достойный трофей. Тут меня синело. Голова? Голова от себя под рукой, господа? Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава Богу, сильная. А голова, слава Богу, мыслящая. Одну минуточку. Значит, это делается примерно так. Он поразительно точен в психофизике героя, которого он играет. Поразительно. Просто на каких-то таких тонких нюансах. Неуловимых. Неуловимых. И нигде пустоты. И все же больше всего он возьмет от персонажа того самого Мюнхгаузена. Дворянская кровь даст о себе знать. Отец актера, Иван Янковский, до революции был штабс-капитаном лейб-гвардии Семеновского полка, участником Первой мировой войны и близким другом Тухачевского. Несколько лет провел в сталинских лагерях. Как говорили, именно за дружбу с легендарным военачальником. В 37-м году, когда бабушка все сожгла, когда моего дедушку взяли, там все сожгли, все выкинули. Георгиевский, этот закопали, Георгиевский крест, Георгиевскую саблю. Интеллигентом, таким человеком, каким был Олег Иванович, просто так стать невозможно. Это вот он впитал от своих родителей. Олег Иванович очень был честолюбив, как актер, как художник. Он вообще, я думаю, что не очень он соперников, так сказать, любил. Честолюбие будет вести его всю жизнь. В 1965 году выпускник Саратовского театрального училища женится. В супруге он выберет самую красивую, перспективную и талантливую актрису – Людмилу Зорину. Там была 15-метровая комната, где жила бабушка, мама, Олег и я. А потом здесь появилась Люда. Они познакомились в Саратовском театральном училище. Янковский хитро найдет путь к сердцу капризной, кокетливой красавицы, обойдя соперников стороной. И приведет Зорину домой, представить маме. Она посмотрела, так внимательно, ну что ж, говорит. А потом сказала, говорит, раз и навсегда. Он купил ей колечко, все там, как-то мы там в семье посидели и все. Я приезжаю в Саратов, смотрю, идет он с какой-то девушкой. Идет моложеное довольное. Я говорю, ой, Сауля, это моя жена. Как? Как? Мама воспитала в сыновьях преданность в семье. Если решил жениться, то уж на всю жизнь, говорила Марина Ивановна. Можем сказать, что женщины – это культ семьи. Мать, жена – это всегда самое главное. Мы их оберегаем, мы боготворим. Карьера Людмилы Зориной обещала быть головокружительной. После окончания училища ее тут же приняли в Саратовский театр драмы. Проинковского тогда говорили – это муж той самой Зориной. Но пройдет немного времени, и перспективная актриса Зорина вдруг исчезнет с театральных афиш. Люда работает в театре, работала в театре. Она же сложная артистка, она играла. Но, наверное, где-то ей на свою песню стоило наступить немного. Это сложный период. Это муж и жена актеры. Это, не знаю. Слава тебе, Господи, что у меня жена не актриса. Актерскому тщеславию Людмила Зорина предпочтет простое женское счастье. Чего и это стоило? Поступиться своими мечтами и амбициями? Она не расскажет никому и никогда не упрекнет Янковского в своем решении. Сережа, а ты помнишь, что я всегда назначала мне свидание именно здесь? Помню. Почему не на работе? А ты? Я делаю. Наверное, так много она получала от него. Может быть, я не знаю. Я никогда с ним на эту тему не говорила. Я даже боюсь затрагивать эту тему. Сережа? Что? Что-нибудь случилось? Я не думала, что это была жертва какая-то. Она просто хотела, чтобы дома было настолько тепло и уютно. Ну что, Наташа? Что? Мама! Мама! То самое. Люда, супруга, уникальная женщина. Она понимала его, берегла, очень вкусно готовила. Когда мы в поезде ехали, то он какие-то котлетки ее доставал. Вкусные, вкусные. Янковский старательно избегают обсуждений своей семьи. Но, понятно и без слов, он очень любит жену. И так короткий век у мужчин. А женщина может выплакаться там, поорать, покричать. А мужчина не имеет права. Я жив. Вот так уж. А теперь посмотрите правде в глаза. Достойна она была того, что оставила работу радость супруга. Достойна. Уважение большого. И благословение от Бога. Если роль, то в яблочке. Честь имею. Если друзья, то с именами. Если жениться, то навсегда. У Янковского перфекциониста был свой собственный план на жизнь. И он трудолюбиво выстраивал свою биографию, в которой не должно быть стыдно ни за один день. Работал по четыре тренировки в день. Меня со стадиона выгоняли. 1982 год. На экранах страны влюблен по собственному желанию. Олег Янковский фантастически популярен. Женщина дежурит у его подъезда и у служебного входа в Ленком. После выступления ему приходится пробираться из зала окольными путями. Поклонницы поднимают машину на руки, чтобы он не уехал. И мы вечером после съемок пошли ужинать. Пошли, по-моему, Сева, я. И там еще какие-то актеры были тоже, которые жили в этой гостинице. И мы так объединились, сидели за столиком. Но это невозможно было, потому что все, просто все взоры были прикованы к Олегу Ивановичу. Итак, что же в нем хорошего? Его женщины любили. А он, конечно, к женщинам относился тоже очень внимательно. Что же в ней все-таки хорошего? Ну, то, что дурдом по ней плачет, это ясно. Легенду семейного счастья Олег и Людмила будут творить сообща. А папарацци не раз попытаются улечить красавца-актера в изменах. Нам приходилось отталкивать всю эту прессу, потому что это было... Каждый день это были слезы. Наглость у многих была такая, что, ну, до невозможности. На работе и так далее, и прочее, это было тяжело. И, конечно, спасибо супруге Олегу, что она как-то, будем говорить так, что перекрывала какие-то вещи, все брала на себя. Приветик, прости, пожалуйста, еле вырвалась. Врала, не знаю как. Знаешь, куда меня отпустили? К подруге в ЗАГС отпустили. Ну, теперь можно ехать. Ой, я тут болтаю, вы, наверное, торопитесь. Я нет. Это он торопится. У него повышенное чувство гражданской ответственности. В быту, как говорится, все было. Все, все удовольствия взрослых мужчин в полной степени. Ой, гадости столько наговорят. Гребятствия в любви. Только усиливают ее. Могу честно сказать, вот без всяких деталей. Правды там процентов на пять. Супруга знаменитого актера, кумера миллионов женщин, Людмила Зорина, ни разу не выкажет ревности и не заговорит о разводе с мужем. Всегда улыбчивая и милая, своими женскими переживаниями она поделится только с верной подругой. Наиной Ельциной. И, наверное, ей хотелось быть рядом с ним, как только он приходит, в любое время, когда он приходит домой, всегда, чтобы он чувствовал его присутствие. Она, наверное, это чувствовала тоже, чтобы его присутствие. Ее присутствие всегда нужно было ему. Так что это была как необходимость какая-то в доме. А оставшись одна, вдова Янковского так и не выдаст секреты их многолетнего брака. Это что, мне? Тебе, кому же еще? Ну, спасибо, дорогой. Пожалуйста. Слово «пуля», сплетни, селки. Главное не угодить в расставленные капканы, не показать свои слабости. И Янковского никогда не замечали в свойственной многим актерам звездной болезни. У Олега была всегда возможность быть по-настоящему любимым зрителем. И это, с одной стороны, вещь необходимая, к которой художник, актер стремится. С другой стороны, вещь утомляющая. Хочешь непременного благополучия всегда и во всем. Так не бывает. И только человек, который понимает, что это крест, который он должен нести, раз Бог ему дал такой талант, он должен относиться к этому как, так сказать, как бы к послушанию. Я презираю артистов, которые, так сказать, из кожи вон лезут, чтобы стать знаменитыми, а потом отмахиваются от тех, кто просит у них автора. Янковский понимал, как просто допустить осечку в охоте за главным трофеем – жизнью. Поэтому он постоянно готовил себя к тому, что однажды популярность закончится, а жизнь продолжится. Помню, как-то мы рядом расписывались на одной и той же фотографии, куда-то ездили с любовником или где-то были, не знаю, неважно. И, значит, вот Олег Иванович расписался, а потом расписался я. Он мне сделал замечание, говорит, нет, Гармаш, напиши фамилию, понятно, не надо вот это вот каляки-маляки. Когда я еще был студентом, он приехал, смотрел спектакль наш студенческий, пощечина, и потом даже выговорили с ним полчаса, а вот ему было до меня. И абсолютно ровно при этом, и ровно, в смысле, наравне, не было дистанции, никакой не чувствуешь. Вот он не сходил с ума, когда ему аплодировали, когда кругом были вспышки. Есть фотоаппаратов и разные вопросы, кого вы любите, блондинок или брюнеток, больше основополагающие вопросы, профессиональные. Он к этому относился спокойно, с какой-то иронией. И когда все уверуют в то, что овации и обожание публики для него не значат ничего, меткий стрелок Янковский снова даст осечку. Представляете, встречаюсь с оленем. Шкидываю ружьем, оказывается, патронов нет. Олег мне рассказывал, как он, когда снимался в Италии, у Тарковского, как он вышел из гостиницы, пошел по улице и обомлел от того, что никто его не узнает. Он говорит, я испытал такой ужас. Браво. Браво. Он говорит, что с этого момента я стал к этому относиться достаточно философски. За баром сидели две девушки. И как-то так, значит, проявляли знаки, внимание, в сторону меня. В сторону меня. Понимаете? Значит, и я это видел и шутил. И говорил, что Олег Иванович, все, вас не знают, меня знают. Мы так же сидели, шутили, шутили. Вот. Потом, значит, я решил эту шутку немножко развить. И я так встал, серьезным видом подошел. Сидит, говорю, рядом Олег Иванович Янковский. Его вы нигде не видели, да? Вы Тарковского не смотрите, так серьезно, значит. И вдруг одна из них, ну, понимаете, поколение, значит, такое. И одна так стала смотреть на Олег Ивановича, и вдруг так стала делать. А, говорит, э-э, это сам. Дракон, дракон. Я упал просто там, с воспоминания, от этого показа. Дракон, дракон. Олег Иванович просто хохотал в голос. Он был счастлив от такого. Понимаете, в общем-то, но другой вот, на его месте, я даже видел, мог бы обидеться. Обида, значит, поражение. А Янковский хочет только выигрывать. И кажется, что он готовится к экзаменам судьбы так же тщательно, как к своим звездным ролям. 2003 год. Он вдруг неожиданно отказывается от роли Иосифа Сталина. А затем категорически отвергает возможность сыграть Воланда в фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». По словам Янковского, любая роль – это проникновение в характер персонажа. А употребляться дьяволу, пусть даже и мысленно, опасное занятие. Суеверным был он, потому что он боялся, что если когда на человека плохое говорили, он говорил, не надо, а то может случиться. Но слабости показывать нельзя. Внешняя самоуверенность, интеллигентность и благородство. Безупречный вкус в одежде и неизменная трубка. Соответствовать роли эталона он стремится во всем. Он очень элегантный, даже, я бы сказала, изысканно. Это редко кому удается вообще одеваться изысканно. И очень просто. Потом у него было, как бы, врожденное чувство стиля. Это очень редкое чувство. Во всем манере одеваться. В манере сдерживать себя. Но в его жизни был день, когда он совершенно не хотел сдерживать свои чувства. 10 октября 1968 года у Людмилы и Олега Янковских родился сын Филипп. Мальчик. Родился. Ну. Да. Хороший мальчик. 12 килограмм. Пройдет всего пять лет, и этот мальчик окажется на съемочной площадке фильма «Зеркало». Роль Андрея Тарковского в детстве определит будущее Янковского-младшего раз и навсегда. Папа. В актерской среде шептались, Янковский – просто везунчик. Казалось, все истории его звездных ролей начинались с того, что актер просто оказывался в нужный момент, в нужном месте. 1973 год. Олег Янковский по дороге в театр заезжает на Мосфильм, где сталкивается с Тарковским. Актера Янковского мэтр кино тогда еще не знал, но поразился удивительным сходством со своим отцом, поэтом Арсением Тарковским. Это сходство и сыграло решающую роль. Янковский снялся в «Зеркале». Через 9 лет была ностальгия. Знаменитая история о любви, классические. Никаких поцелуев, ну, совсем ничего. Чистейшая любовь. Олег Янковский оказался последним из русских актеров, работавших с Тарковским. Стал он и последним народным артистом Советского Союза. Больше таких званий не будет ни у кого. Не существует уже такой страны. Мне кажется, что очень много вещей он делал интуитивно абсолютно. То есть он работал, это я все понимаю, репетировал, но есть вещи, которые нельзя репетировать. Харизма, обаяние репетировать нельзя. Но это или есть, или нет. В этом смысле он, конечно, волшебный артист. Просто волшебный. Но мало оказаться в нужном месте. Нужно еще и отработать так, чтобы не было стыдно за результат. И Олег Янковский упорно работает, берясь только за те роли, в которых абсолютно уверен. Нет, он не везончик. Он такой человек. Нет, конечно, дала много природы. Но он человек работящий, думающий, умеющий окружать себя людьми полезными. В смысле какого-то воздействия на разум, на культуру. 1981 год. У Олега Янковского тяжело заболела жена. Он впервые забывает о своем амплуа охотника. Болезнь жены заставляет Янковского почувствовать себя жертвой. И он делает все ради спасения любимой женщины. О Янковском муже эта история расскажет куда лучше, чем желтая пресса. Портрет Янковского отца напишут со слов коллег и друзей. Я вспоминаю, мы с ним в Каннах были. И он все что-то по магазинам там. Я говорю, а что ты, Олег, все ищешь-то тут. А он искал, говорит, понимаешь, что этот Филипп маленький был еще. Он говорит, вот от комаров этих. У нас не было в СССР этих штук тогда. Сам Янковский никогда не станет рассуждать о воспитании, выказывать какое-то недовольство или гордость успехами сына. Но будет понятно и без слов. Он рад, что актерская династия продолжается. Я вообще когда узнал, что Филипп после института пошел на режиссуру, я как-то удивился, потому что я думал, что он артист-то лучше от Бога. Вообще Филипп мог бы гениально сказать Тарковского, он на него похожий. Он постепенно придет к вот тем психологическим ролям, тонким и нервным, похожим на то, что делал Олег. По наследству Филиппу Янковскому передадутся не только страсть к кино и талантам. Он также, как и отец, будет тщательно охранять свою территорию от невидимых врагов. Ни слова о личном. Янковский довольно закрытая семья. Филипп закрытый человек, его папа был закрытый человек. Оксана, ну это естественно, она мать семейства, и поэтому она вынуждена какие-то тайны держать. Только, наверное, у требовательного папы, может быть, таким сыном, потому что он, вот, Филипп очень такой, он и похож очень на папу. Вот единственный похожий человек – это его сын. Детям из династии приходится не сладко. Их победы приписываются звездным именам родителей. Но Янковские младшие будто выполняют наказ Олега Ивановича – блести репутацию рода. Бывает ли плохое отношение к династиям, тем более в таких, в публичных профессиях, тем более в актерской или в режиссерской? Конечно, бывает, и сам на поверхности ответ, что там вот зависть, зависть. Нифига не зависть, просто, ну как, не то чтобы зависть, конечно, зависть, но не тому, что вот нам все удается, а тому, что есть такая семья, я думаю. В 2000 году Олег Янковский определит будущее внука, сняв его в своем фильме «Приходи на меня посмотреть». Внучка Лизы предпочтет кино, сцену. Сегодня она студентка школы-студии МХАТ. Ваня Женинковский, он сознательный человек, потому что все в глазах читается. Вот Ваня похож в этом смысле на и папу, и деда. Они такие счастливые внуки, им есть на кого равняться. Такое, знаете, вроде бы, ну, банальное выражение, есть на кого равняться, но это правда. Им так по праву есть, чем гордиться, восхищаться и радоваться. Понимаете, что они родная кровь. Такого чуда, коллега Ивановича. 2008 год. Канны. Публика аплодирует стоя картине Павла Лунгина «Царь». Тот самый Янковский с этой последней охоты принес самую большую добычу – мировое признание. Радуйся, народ московский! Вот новый митрополит. Митрополит Филипп – по-настоящему трофейная роль актера, поразившая критиков всех стран. Уже больной он не изменит себе и сыграет так, как привык играть до этого. Наотмашь, точно. Пастик. Олег Иванович никогда не носил нательного креста. И когда закончились съемки, он у девчонок, костюмеров, попросил, чтобы они отдали ему съемочное. Это была точная копия креста митрополита Филиппа. Но крест был не освящен, он еще не знал, что он болен. Я ему говорю, давайте осветим крест. Он говорит, ну давайте, если возможно это. Я пошел рядом в Александровский монастырь, не принялся. Мне открыли, что странно меня впустили, что еще более странно меня впустили. В алтарь я на престоле осветил крест Олега Ивановича. И он его одел. В том же 2008-м у актера обнаружат рак поджелудочной железы. Янковский не говорит о своей болезни. Не жалуется на боль. Он продолжает работать так же напряженно, как и прежде. Именно это напряжение, невероятная дисциплина и нечеловеческая воля лишат его сил. 20 мая 2009 года Олега Янковского не стало. Сейчас трудно поверить, что его нет с нами. Вот трудно поверить. Конечно, он будет жить в семье, он будет жить столько поколений. Сколько поколений будет жить, пока живая земля. В словах тех, кто остался, часто звучит восхищение. Талант с большой буквы. И он уже не расскажет, каково это быть актером, режиссером и сценаристом собственной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok